1000 задач международного математического турнира городов И потихонечку по одной задаче движемся Так что у нас постепенно и эта книжка, и задачи всесоюзных Они постепенно накапливаются, накапливаются Задача Есть квадрат со стороной 1 Это самый первый турнир городов, шестая задача В нем проведены вертикальные и горизонтальные отрезки Ну, я не знаю, как Совершенно неважно, как Произвольная система горизонтальных и вертикальных отрезков Она каким-то способом будет В принципе, утешено и так, но это бессмысленно Потому что нас потом будут интересовать частями, которые разбиты Поэтому давайте считать, что просто как-то разбит на сочке Известно, что сумма длин внутренних вот этих глазотрезков Не учитывая сто, а только вот этих Равна числу 18 Повторяю Сумма длин внутренних отрезков равна числу 18 Ну, давайте посмотрим пример того, как может быть это устроено Ну, самый простой пример Это именно 9 отрезков по вертикали на одинаковом состоянии через одну десятку И 9 отрезков по горизонтали, тоже на одинаковом состоянии Господа, понятно, что тогда каждый квадратик будет площадью 1 сотая Задача Докажите, что и на этой произвольной картинке обязательно найдется кусочек Площадь которого не меньше, чем 1 сотая Если внутри единичного квадрата нарисованы вертикальные и горизонтальные отрезки Которые делят его на какие-то куски И сумма длин нарисованных отрезков равна 18 То хотя бы одна из частей Имеет площадь не меньше, чем 1 сотая То есть, оказывается, что вот этот вот пример, когда мы проводим 9 вертикальных отрезков И 9 горизонтальных на разных обстоятельств Он является для некоторого смысла наилучшим Еще раз Взяли квадрат с стороной 1 В нем как-то нарисовали горизонтальные и вертикальные линии Наклонные нельзя Только горизонтальные и вертикальные Сумма нарисованных отрезков 18 Сумма длин нарисованных отрезков При этом в эти 18 и в комнатах Доказать, что хотя бы одна из образовавшихся комнат Не меньше, чем 1 сотая по площади То есть, как сделать, чтобы все комнаты были 1 сотая Я объяснил А вот оказывается, что не меньше Есть комната, которая не меньше, чем 1 сотая То есть, что нельзя все разбить на выявлении Понятно, да? Наибольшее из чего? При данном периметре? Да, конечно Но кто сказал, что эти части вообще квадратные? Я вот вам нарисовал картинку Согласитесь, что это не квадратные, а какие-то сложные Другое дело, что это не выгодно Но как доказать в том, что это не выгодно? Ну хорошо, ребята, ладно, не буду вас мучить Как ни странно, решение в Европе очень короткое Оно вот все получается Надо, во-первых, взять и мелоколично Записать такую формулу Что площадь всего квадрата состоит из кусочков, на которые все размеры Согласны? Квадрат со стороной один Значит, вот это у нас первый кусочек Второй, третий, четвертый, пятый и так далее Понятно, что единица – это сумма вот этих самых очевидных Да? Мы не знаем, сколько этих кусков Кстати, мы можем в другой момент эти маленькие отрезки И такой вот очевидной кусочек ввести Поэтому, в принципе, даже при постоянной длине 18 Этих кусочков может быть очень-очень много А вот дальше надо сказать следующее Чему равна сумма периметра? В каждой секуре Чего? 38 Не прав, да? А, 42 Вот этот отрезок, он учитывается здесь и здесь Ну да, значит, 36 плюс 4 – 40 40 Совершенно верно То есть, здесь вот такое равенство 40 Сумма периметров всех фигур 40 Еще раз повторю это всех Потому что, когда вы подсчитываете периметры То вот этот отрезок, любой внутренний отрезок подсчитывается с обеих сторон Два раза в поле 40 – это 2 умножить на 18 плюс 4 4 – это просто периметр исходного квадрата А вот теперь нужно подумать вот на какую тему Какая есть связь между числами СНП и С2 плюс 2 СНП Связь, на самом деле, очень нехитрая Смотрите Если квадрат, то у него площадь – это квадрат стороны А филипетр – это учтверенная сторона Давайте подумаем, как это привести, что называется, к чему-то одному Видно, что здесь А квадрат, а здесь не квадрат – это плохо Но давайте просто разведем периметр в квадрате Периметр в квадрате – это у нас будет что? 16А квадрат Хорошо Теперь давайте подумаем, а что будет, если это не квадрат, а что не другое Какая-то такая сложная фигурка Но тогда, во-первых, можно, увеличивая площадь, немножко уменьшить периметр Согласны? Вот Здесь тоже самое Можно Вот И, в общем, постихонечку можно все это переделать в прямугольник Потому что, если здесь есть любая впадинка, то мы ее просто не меняя периметр Мы можем это доделать А если здесь вот такая впадинка, то тогда нужно уменьшить периметр В общем, постепенно можно не периметр при этом будет или уменьшаться или оставаться прежним Довести все дело до прямоугольника Согласны? В случае прямоугольника Вообще, как известно, при постоянном периметре лучше взять квадрат Ну, вы, наверное, все знают, да? Что вот, когда у меня есть прямоугольник, я могу сделать так Я могу взять пол суммы вот этих отрезков Это будет, что такое? Это будет, в данном случае, примерно так Вот И дальше, понятно, что сделать Отрезать вот этот кусок и прибавить вот этот Но поскольку у меня вот эта длина такая же, как эта А вот эта вот длина больше, чем эта Но при этом в площади получился выигрыш В результате для любой из этих двух Есть неравенство Есть неравенство Давайте подумаем какое Как S1 и, не S1, а 16 S1 Как соотносится с P1 квадрат? В какую сторону неравенства? Меньше Вот так, да? Ну, понятно В самом выгодном случае у нас квадрат У нас равенство В самом выгодном случае у нас Периметр в квадрате 16 умножить на квадрат площадь Ну, а если мы хуже делаем, то тогда площадь меньше Вот, значит, здесь написано Такой неравенство Согласны? Замечательно Правда, нам это как-то не очень, не очень, не очень Выгодно Давайте все-таки извлечем квадратную козу Тогда будет так Четыре корня из S1 меньше или равно, чем P1 Отлично Отлично Значит, я здесь пишу знак неравенства Пишу здесь знак неравенства И, приспокойненько Приспокойненько переношу его сюда И пишу Четыре корня из S1 Плюс четыре корня из S2 Плюс четыре корня из S3 Плюс и так далее Плюс четыре корня из S1 Замечательно Замечательно У меня есть правильство, что единица это сумма всех этих S И у меня есть неравенство, что 40 больше или равно, чем 4 умножить на Ну, давайте мы сократим на 4 И тогда получится такое равенство Такое неравенство 10 больше или равно, чем корень из S1 Плюс корень из S2 Плюс и так далее Плюс корень из Sn Но, внимание, господа 10 Это строго то же самое, что 10s1 Плюс 10s2 Плюс 10s3 Плюс и так далее Плюс 10sn Плюс И у меня получилось Плюс И у меня получилось, что вот такая сумма больше или равна такой Но, если у меня сумма больше или равна, то значит, хотя бы одно из этих слагаемых больше или равна То есть обязательно есть такое место, что 10s кт больше или равно, чем корень с кт. Давайте посмотрим на это неравенство. Возведем его в квадрат. Получится 100s кт в квадрате больше или равняется, чем с кт. Поделим на скт в обе части, и получится, что 100s кт больше или равно 1. А это, собственно говоря, и означает, что площадь именно этого кусочка не меньше, чем 1с. Идея понятна? Мне кажется, красивое решение. Главное, чтобы сейчас все на доске. Пожалуйста, пытайтесь его положить у себя в голове. Итак, в чем этот смысл? Мы посмотрели, как связан периметр каждого кусочка с его площадью. И поняли, что верно неравенство про периметр. Ну, для каждого кусочка такое неравенство. И отсюда, собственно, все получилось. Продолжение следует...